Именно в эти суматошные дни каждый подписчик – это праздник лично для меня и для всего коллектива. Программа «Каково» 253 миллиона раз спасибо. Здравствуйте! В эфире главная программа о главном «Каково». Повторяю, 253 миллиона лучших людей планеты Земля выказывают нам доверие. Это обязывает даже к такой простой для матерого профессионала вещи, как пролог в программе, относиться с удвоенной ответственностью. Что такое «Каково»? Это столкновение величественного и малого, запятая, порождающее такое трение, запятая, электрического толка, запятая, которое не дает программе сбоить. Программа «Каково» о том, как сохранить рассудок в эти дни, когда все, кажется, сошли с ума. Американские Apple пугают нас своим уходом с российского рынка и думают, что мы, испугавшись, скупим все американские яблоки. Но у нас-то есть альтернатива покруче. Наши родные тюменские беспроводные наушники CGPods круче во сто крат, а стоят в четыре раза дешевле американских. Всего пять тысяч рублей. И сразу отвечаю тем, кто ведется на вбросы из интернета о том, что эти наушники на самом деле китайские с тюменской наклейкой. И точно такие же можно купить на Алиэкспрессе подешевле. На Алиэкспрессе жалкие подделки под CGPods. Ну возьмите сами, разберите и сравните этот китайский хлам с настоящими CGPods. Внешне они похожи, а внутри совершенно разные. Но ведь на упаковке CGPods написано «Made in China», скажут самые умные. Американские Apple тоже собираются в Китае. Важно нигде, а по чьим разработкам и под чьим контролем. Да, сейчас CGPods собираются в Китае. У китайских наушников копеечные комплектующие, а у CGPods Air 2 гарнитура ровно такая же, как у яблочек. Их микрофоны с одного и того же завода Apple. Голос передается просто кайфово. Поэтому и цена CGPods, повторяю, всего 5000 рублей. В четыре раза дешевле, чем яблоки. Хотя по функциям тюменские наушники заметно превзошли AirPods. У тюменских CGPods есть влагозащита. В тюменских CGPods можно принимать душ, гулять под дождем и нырять в бассейне. А у AirPods влагозащиты нет. Смотрите еще на кейс CGPods 5.0. Самый прочный кейс в мире. Он из профессионального авиационного алюминия. Из такого же металла делают Боинги. Кстати, если ваша барышня уже давно ждет заветного подарочка маленькой коробочки, подарите ей CGPods Lite. А что, точь-точь, коробочка от дорогой ювелирки, девушка будет в восторге. Если вам нужны качественные, классные и при этом недорогие наушники, рекомендую тюменские CGPods. Звук лучший в мире, цена всего 5000 рублей. По моему личному промокоду скидка 200 рублей. Оставил код в описании под видео. Ссылка на официальный сайт тюменских CGPods там же. Это программа «Каково». Я начал с величественного зачина, который на весь белый свет заявил о том, как я вижу программу «Каково». Это переплетение высокого и низкого, порождающее такое электрическое взаимодействие, которое делает программу «Каково» культовой на всем земном шаре. Выход на днях программы «Алена Блин» утвердил меня в ипостасе человека, с которым никогда не скучно. С кем у тебя были романы из популярных девчонок? Я тайно встречаюсь с Нелетто. Ты стал счастливым человеком? Я самый раскрепощенный ублюдок на земле. Наши 253 миллиона подписчиков знают, что со мной не соскучишься. А поклонники Алены узнали, возможно, там неофиты или прозелиты. Погуглите. Может быть, мы прирастем новыми людьми, поскольку мы тоже размножаемся, как муха дрозофила, потому что я единственный в стране человек, который сохранил рассудок, не считая съемочной бригадой программы «Каково», нашей конгрегации, которые сохранили рассудок в эти дни, в которые, проживая которые, думаешь, тебе кажется или все сошли с ума? Слово «конгрегация» я употребил не случайно. Мне очень нравятся такие гетерия греческая обозначения сообществ, не потому что я люблю выпендриваться, что у меня роскошный тезаурус, хотя я очень люблю выпендриваться, что у меня самый роскошный блядский тезаурус в стране, а потому что конгрегация – это еще и с оттенком гангстерства. Мы же сообщество непростое. Одному из наших соратников, одному из самых близких мне людей, Антону Шестаку, исполнилось столько-то лет. Это его мы зовем артхаусом, это его зовем скандинавским жеребцом, это его мы зовем всякими словами, из которых вытекает только одно, как вытекает из другого места. Наши отношения к нему обожествляющие его. С днем рождения, сучий потрох! Мы любим тебя всей командой каково, считаем тебя своим братом. Ладненько вообще клянется, что ты приходишь ему во влажных снах. Твой самый близкий друг. О, сочинец и не такие откровения гораст. Я вот же о чем подумал. После того, как ко мне подошел сын, осмотрел вот этот список и говорит мне, ему то ли 36, то ли 11 лет, но он умен чертовски, как его папаня. Но тут он превзошел меня. Он посмотрел, окинул взором и говорит, о, папаня, какой у тебя оголтелый неймдропинг! Я говорю, что? Я же из этих слов знаю только другие слова, не буду говорить в рифму, сразу напрашивает, человек я испорченный. Ну, я знаю, шопинг, моппинг, ёбинг. А тут дропинг. И мне Шаповалов открыл глаза. Как на многое другое у меня открывает глаза. И имя именинника Антона Шестаки, и особенно капитан очевидности Ладненко. От слова неймдропинг, обилие имен. И я подумал, почему бы не построить программу по нарастающей, поскольку тут имена рискованные для употребления вслух в наше время. Я отодвину их туда, на задворке. Знаете, театральный интернет? Раёшник. Там, где на какие билеты только и хватает. Ладненько. Туда. Раёшник. Галёрка. Я потом произнесу те фамилии. Начну я с Моргенштерна. Я написал Шаповалову, Серёге, его одному из самых рьяных поклонников. Написал, давай возьмём историю про развод его с юной Ляр-женой и осветим её. Мне пишет Шаповалов. Я очень часто сталкиваюсь с информацией, что это постанова. Я пишу юному Шаповалову, он же депешмот. А что не постанова в наши дни? А что не постанова? Постанова всё. В моём присутствии в программе «Алёна Блин» фестиваль. Где? Посмотрите. Постанова. Телеграм-канал каково, на который подпишитесь? Постанова за постановой. Если постанова – один из замерзительных неологизмов, рождённых нашим временем, когда фальши, лицемерие, так и прут из каждого, кто общается с Ладненко, а уж тем паче из него самого. Вот в наши дни слово «постанова» всё кругом. Мне кажется, постановой и тарарам, поднятый вокруг фильма Евгения Савина, в котором ничего крамольного я не обнаружил. Да-да, я буду говорить именно это слово. Не буду называть это как-то по-другому или запикивать, как делают многие блогеры. А буду говорить то, что думаю, и то, что вижу. А теперь парень в чёрных списках. Так непонятно почему. Если вы не знаете этой истории, я рассказывать её не буду, не хватает времени. Так вот Моргенштерн. Он записывает песню «Сэ лави». Ну как молодые расстаются? Это не как Егор Кридс, любимая певицей Сергея Шаповалова, Валей Карнавал. Не так. Ты пизда, а ты обвешивай. Тут, блядь, я любила одного человека, а вышла замуж за другого человека. Я влюбилась в Алишера и хотела выйти замуж за него, но в итоге вышла за Моргенштерна. Я любила Алишера, а вышла за Моргенштерна. Хватит пиздеть. А он отвечает ей «Сэ лави». Прошло 4 минуты после бракосочетания. «Сэ лави». Он говорит, ты же знаешь, детка, ты самая пиздата из самых пиздатых. А я же всё время поддатый. И я рок-звезда, а рок-звезда не может быть хорошим парнем. А как же я, долбоёб? Я номер один рок-звезда. Как же я, человек, который научил Боно выходить на сцену из группы неизвестной тебе? Ютуй, я! Рок-звезда, обречена быть одна. Ты же знаешь, что я мечтал даже пиздюком оттрахать весь мир. Ну, вот это всё кровь. Я спросил у Шаповалова. Нет, не у Шаповалова спросил, а у какой-то шалавый. Каковы цифры, сопровождающие, вот, какие цифры, показатели этой песни? И мне называют цифру несусветную. Вот он, 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 он ведь прагматик, он ведь прагматик. И аранжировка очень хорошая. Очень хорошая. Да простят меня все, кто до сих пор думает, что они артисты Блэк Стара. Очень хорошая аранжировка. Она говорит про бывшего мужа, если это постанова, а это постанова. Она говорит, он очень умный парень, впитывает себя как губка. На самом деле, это максимально умный человек, на мой взгляд. Он очень много читает, он очень много изучает, он впитывает очень много информации, просто как губка. Судя по его последним кадрам, он впитывает в себя вообще все, блядь. Судя по тому ролику, который я видел, он просто всасывает, да блядь, все. Ну, я всегда думал, он говорит, пораньше, типа, но потом понял, что это, блядь, долбаевская затея. И он говорит, если вы думаете, что я подчеркнул, это неправда. Чувствую себя отвратно, это правда. И вот это вот все. Это, конечно, тут же бы нашлись злые языки, которые утверждают, что вечером того же дня, когда появились песни и заявления Дилары, она была на его концерте вечером, не знаю, зачем ему и без того, ставшему притчей во языцах, дополнительный повод, чтобы о нем говорили. Но неймдроппинг, блядь. Неймдроппинг. И вот они расстались. Это Суккуба, погуглите, Суккуба и он. Верю ли я, что это искренне? Нихуя. Но если это искренне, сочувствую ли я им? Разумеется, если это искренне. Но когда девушка 22 лет выдает себя за мадам Баварии, блядь, и говорит, я не знала, кто он такой, пока не вышла замуж. Прошло 7 минут, он ко мне не прикасается. А что он делает? Компьютерные игры играет. И что, мы не взяли, что ли? Нет. Да как? И вот это все переезд в другую страну, обвинение в растлении молодежи, в пропаганде наркотиков. Все вот это, и какие-то треки выпускаемые, с матом, перематом, и люди говорят, вот он не сдается, и колется на зло, и нюхает на зло, и Бастрыкину шлет видео. И если это постанова, то он добивается своей цели. У других не постанова. Судя по той негативной модальности, погуглите, которую окрашена перепалка между Бородиной, вот настоящей к Сантипой, погуглите, и Курбаном Амаровым, хлюст, с которым я имел дело, но у нас были хорошие отношения, не буду сейчас грешить против правды. Я сейчас должен проявить мужскую солидарность, но одни обвиниваются так. Оказывается, Бородина встречается с кем-то из его бывших друзей. Я представляю, как ему больно. Если это правда. И если это постанова. Если это постанова, то это очень хорошо разыгрываемое, чувственно, на уровне Брянского областного драматического театра. Говорит, что ты ко мне привязался? В моей спальне тебя не было с 1902 года. С кем я там провожу время? Не думаю, что это постанова, потому что я разводился. Я знаю тональность швыряемых, да высоту швыряемых другу упреков. Но там ведь ребенок. Понимаете? Судя по Моргенштерну, этого-то не будет никогда их. А ему не нужны рок-звезда. Он должен быть один. Он нарисовал либретто всей последующей жизни. Он проповедует, декларирует принципы, из-за которых охуел уже Борис Гребенщиков. Быть один. Быть один. Не дай бог. А у этих-то ребенок растет. Я ради дочери, говорит Бородина. Я не беру ничью в сторону. Мне просто жалко. Я говорил однажды в программе «Каково», когда люди, красивая пара распадается. Мне очень жаль. Учитывая, как нервно они отслеживают все, что про них говорят, и что я утверждаю, что если не сумели сохранить ради дочери союз, надо держаться каких-то общепринятых представлений о человеческом общежитии. Хотя в наши дни, когда их никто не придерживается, кроме меня, блядь, хочется обвинить во всем любого человека. Вот Михалков в моей любимой программе «Бесогон» подобрал песню про нелюбимую страну. И на него приемы. Вот я, блядь, снимаю каково. У нас есть Шаповалов, который визионерский, это устраивает так, что просто боссы СНН ляпают, блядь, от зависти, блядь, это три лари. Бутылочка – три лари. Ляпают, так он делает продукт под названием каково. 253 миллиона человек подтвердят. У «Бесогона», блядь, бюджет одного выпуска 13 триллионов рублей, нахуй. Ну тут слово не вставить. Он берет, блядь, клип и фотографии. «Не живи с нелюбимой страной, ой-яй-яй, не живи с нелюбимой страной, ой-яй-яй». И там Галкин, Плачева, и вот он, вот, блядь, 2022 нахуй. Ну, смонтировано. Мутанский российский монтаж. Выходит, миллионы просмотров. Почему людям нравится, что солнцеподобным говорят, сдохни, сука, за кордоном? Сдохни на пробежке в Израиле. Сумри, сука, если ты не патриот. Человек на полчаса вышел в магазин, блядь, у магазина зарубежная вывеска. Пидарас. Нет, чтобы у Олега Сиратлий купить сыр, блядь. Сука, нет, ему подавай французский, пахнущий, немытой жопой, Кушнашвили, нахуй. Какой-то вот такой, блядь, который Ановиков закупает, блядь, для Мишустина. Нет, предатель, блядь. И вот посвящает целую программу. Целую. Оттуда ему отвечает, как вы думаете, кто? Правильно. Невзоров. Правильно. Невзоров отвечает. Эй, ты, псевдо-авгур, погуглите. Эй, ты, псевдо-друид, погуглите. Что ты себе позволяешь? Вы хоть знаете происхождение вот этого всего. И рассказывает нам, вот рассказывает то, о чем я не могу сейчас говорить во всеуслышании, развернуто по очень известной и очень беспокоящей, судя по всему, его версии, причине Виктора Ладненко. Я не могу говорить об этом развернутом, но вы знаете, что это такое. Зорро! Зорро! Освобождение, блядь, страждущих. И он, говорит, оттуда пишет. Оттуда пишет. Захар Прилепин очень соответствующий своей фамилией дает интервью за интервью. Нет времени цитировать. Меня удивило одно. Он говорит, что вы мне хотите? Комсомольская правда. Блядь, клянусь лифчиком, Леры Кудрявцевой. Вон он. Что вы хотите мне сказать? Да что вы говорите? Во время войны гибнут люди? Это война, милый друг, говорит он корреспонденту. Моему знакомому Владимиру Варсобину. Варсобин говорит, как же ты бесстрашно произносишь это запретное слово. А что, нельзя? Можешь вину на меня свалить. И тут, блядь, все интервью. Надо переписать историю. Надо сделать все по-другому. Надо пересмотреть наше отношение к основополагающим нормам морали. Винахар, шен могит хан, аристраки. Кто возложил на них миссию рассуждать о том, как устроен мир? Вот это подлое устройство Вселенной, которое, как оказалось, не устраивает в России никого, кроме меня и всех остальных трех членов съемочной бригады, каково. Оказывается, оказывается, это мироустройство не устраивало никого. Я и знать не знал, что такое количество людей. И Прилепин, Прилепин, чьи слова не заслуживают ничего, как Горький писал начинающему писателю, ваши рассказы не заслуживают ничего, кроме снисходительного забвения. Он имеет право говорить все, что угодно. У него уже и партия какая-то есть за грузинскую правду или что-то такое, за кутаинскую правду. Газета там такая есть. Я начинал ей. Он имеет право говорить, но имея право что-то говорить, они отказывают другим тоже говорить что-то, что тем кажется правдой. Только в этом вопрос. Вопрос в том, что в твоем фокусе однополярный мир. Ты считаешь себя правым. Себя. Хорошо в этот момент отвлечься на что-то остроумное, легкое, искрометное. Задорнов ушел в небытие. Многие люди, которых я любил, источники мощной радости с точки зрения того, какие хиты они выдавали на гора, ушли. Но у нас всегда есть Медведев и Песков. У нас всегда же есть эти люди. Вот я читал про первоклассникам будут преподавать историю. Это известие про государственную газету. Сейчас, чтобы... Если позволите, конечно. Если Песков позволит, именно в рассказе о нем сделать. Антракт. Ну, вот, значит, как начинать сначала. Учим детей. Давайте детям, чтобы у них было правильное представление о том, что такое родина. Историю с первого класса. Скалы Белли предлагаю я. нахуй. Просто, блядь, слово о полку Игореве в каждую клюльку. Чтобы он начинал читать, блядь. Плачь Ярославной на зубок к утру, нахуй. Нахуй. Фильмы, они сражались за родину в три месяца. С последующим конспектированием мысли, появившейся во время просмотра. А как же? Что же вы думаете? Значит, начинайте сначала. Потом я дошел до места, где направлены рекомендации делать то-то и то-то. Учебу с торжественной церемонии. Каждый понедельник начинать учебу с торжественной церемонии поднятия флага и исполнения гимна. С мая в пилотных школах, с сентября во всех школах страны. Я думаю, нет, эта статья должна чем-то закончиться. Блядь, ну вот должна. Я же восемь раз спасал демографию на Руси. Мне-то не знать, что происходит в школах. И как я представил себе местный хулиган Вова Розовощокин. И девочка, которая в шестом классе жажвачку берет. Вот уже. И они поднимают флаг, нахуй. Как в американской школах. И я, блядь, думаю, чем-то закончится. И закончилось. Он оправдал мои надежды. Пресс-секретарь президента России, блядь, положительно оценил инициативу ввести историческое просвещение с первого класса. Тут будет цитата. Перемещусь сюда. Вот буквальная цитата. Семилетки интересуются абсолютно всем тем же, что и взрослые. Я вспоминаю своих детей. В те годы я увлекался кокаином, героином. Это все было, я сходил у меня дома за легкой ширмой. Денег на плотную ширму не было, что ли там. И все. Я вспоминаю детей моих друзей. Они увлекались кокаином, героином. У них были легкие шторы, потому что мы тратили деньги на транквилизаторы. Вчера обзвонил друзей моих друзей. Они увлекались кокаином, героином. Еблись. с чужими женами. Все это, вот это все. И я хочу сказать Дмитрию Пескову. Вот хочу на полном серьезе сказать. Я помню, как росли мои дети. Не дай бог их интересовало бы абсолютно все то же самое, что их папу. Вам, Дмитрия Таравича, лучше не знать, что меня интересует по сей пор. Я с трудом сдерживаю, чтобы сказать эту правду. Меня интересует кокаин, героин и чужие жены по-прежнему. Но, будучи человеком, понимающим, что слово мораль никто не отменял, я принуждаю себя жить по тем правилам общежития, которые заставляют меня сейчас стереть глупую ухмылку с моей морды и сказать, я был бы рад, если бы все дети нашей страны были пропитаны духом патриотизма с измальством. Но когда русский народ, великий русский народ, у которого великий русский язык в наличии и в подчинении придумал не выплеснуть бы с водой и ребенка, он имел в виду, чтобы не перегибали палку. Ну, тогда во втором классе вокально-инструментальный ансамбль должен к 23-му выучить песню «Комбат Батяня». «Комбат Батяня, Батяня, Комбат» Ты сердце не прятал За спины ребят Второклассники с огромными гидарами «Комбат Батяня, Батяня» Или, если уж говорить про то, чтобы дети росли в атмосфере северокорейской «Там за туманами» «Там за туманами берег наш родной» Которая была посвящена несчастным пацанам обретшим вечный покой на дне океана Я за то, чтобы они были патриотами Но в пылу битвы за эти чистые, искренние, ясные понятия полные достоинства такие, как патриотизм и Родина не надо уподобляться Ксении Собчак и ее другу Александру Гордону Вот посмотрите, что Александр Гордон в видеообращении сказал Вдруг узнал про нее Он говорит Вы в Ютубе говорите одно, а в ящике прямо противоположное Правильно я понимаю, что есть две – Ксения и Собчак? Это постанова Гордон И Собчак договорились? Он ей предъявляет за лицемерие Она ему сейчас по сценарию должна ответить Чья бы корова мычала и так далее Откуда мне сдать? Скорее всего, да Нет ни одной Нет ни одной причины Чтобы Чтобы Не поверить в ладное и складное Согласное Синхронно придуманное Вранье Когда Якобы Якобы друзья Прикидываются якобы супостатами Но само по себе Запись человеком Взрослым Ему лет 87 По-моему Я насчитал Такого Видеообращения Говорит о том, что Они сами запутались Кто есть кто И вот там и интересное предложение У Гордона Или ты взяла мою манеру Мою манеру Раздвоения личности Что-то такое Не только название Вернее Подзаголовок у меня украли А еще и Манеру притворяться То одним То другим Ответьте мне, Ксения Анатольевна Мы помним его появление У Дудя Которые Присутствие Присутствие в программе У которого свелось К изумленному выдоху Он еще живой Поэтому просмотров было 14 И вот 8 бывших одноклассников И двое коллег из Нью-Йорка Где он работал на ТВ-6 Москва Галкин Бесконечные То ли постанова То ли не постанова Двое людей То ли приехал в орган Продавать недвижимость То ли Ну блять Ну нахуй мне Ну Откуда у него столько денег было Купить этот дом Он начинал позже меня Лет на 7 что ли Я объявлял его На вечеринках Ну он был всегда Сверходаренный Мне приходится это говорить Сверходаренный Всегда был Остроумный Как ему кажется Коммуникабельный Как его папе кажется Красивый Как его жене кажется Человек И Он продает дом Который когда-то купил За 8 миллиардов долларов Хочет сбыть За миллиард Не бывает Ни корпоративов Ни зарплаты Даже на первом Которые в сумме За эти годы Позволили бы купить Такое Ну не бывает Блять Не бывает Мне тут канал Муз-ТВ Блять За томатную пасту Предложил отработать Томатную пасту Б.У Блять Канал НТВ Секретно миллион Четвертый раз подряд Говорит Что ни оператор Ни продюсер Ни Ни Сама Лера Не доедают Как Вот Как он купил дом За 3 миллиарда долларов Как блять Вот как Объясните мне Вы смотрели Повторяю То что говорил уже Вы смотрели Алена Блин Да Добрый день Программа Алена Блин Всех заложу Сука Всех заложу Сучары Смотрю на время Вы смотрели Алена Блин Ну вот я появляюсь Вы смотрели программу Каково Несколько недель Сряду Сряду Вы понимаете Вот появляюсь я Напалмам Выжжено Все Блин Напалмам Выжжено Все И я ладненько Должен 600 рублей Как это устроено Как Мы снимали Про документальный Фильм о поэзии Я расплачивался Ребятами Бигмаками Закрывающихся Макдональдса Это был Блять Гонорар Для ребят И вы знаете Началась драка За последней Когда уже записывали Очередного мертвого поэта С его сексом На подоконнике Шаповалов Не успел Долететь до места Где Пацаны Сыр делили Блять Это был гонорар Эти люди Не умеют Ничего Из того Что умею я И покупают Дома Продают дома Пычки Ну наверное Я Я такой идиот Сейчас самое время К параболе Обратиться Параболе Не математическому понятию А пора была притча Такую историю Иносказательного характера Сказать Поведать вам Но это же займет время А нужно Сказать вам Сказать вам Что ровно Об этот день Нет 23 В прошлом году Мы снимали Каково Вот мой кондуит Кондуит Который я записывал Содержание программы В прошлом году Случилась беда С Биллом Который устроил Ави Который устроил Свистопляску Чуть ли не со смертельным исходом На Садовом кольце В Москве В суд Эдвард Билл Приехал на черном БМВ А уезжал На белом автозаке Я с тобой Эдвард Билл До конца Давай бро Эдуард Билл Имя Эдварда Билла По паспорту Получил год и два месяца тюрьмы Сидеть остается Около полугода Теперь он сидит Передайте ему привет Кто-то Если кто-то рядом У меня по-прежнему Душа болит О нем Он только встал На путь исправления И суд осудил его Все-таки В прошлом году В этот же день На этом месте Моргенштерн Подпишавший контракт С Альфа-Банком Дал мне повод Хохотать над их союзом Альфа-Банк Пригласил его На работу Потому что тот Очаровал молодежь Где теперь Альфа-Банк Где теперь Моргенштерн Смотрите программу Какого С самого начала Почему-то написано Данилка позволяет себе Данилка позволяет себе Критические Я приводил Критические отзывы О России Вот они чем разрешились 75 россиян Говорил я тогда Не хотят Чтобы их дети Становились блогерами 14 не знают Не 75 14 не знают Одному проценту похую И вы знаете Один процент Который похую победил Который вообще Не мог вспомнить Есть ли у него дети Во время опроса Они победили Где ты Даня Милохин Что с тобой И вот слова Которые Я тогда цитировал Лариса Гузеева В программе Давай разойдемся Ебаный твой рот И употребила Говорит Мне теперь пишут Комплименты Крошиха Я думаю Может крольчиха Блядь Спрашиваю Шаповала Он отвечает Да вы что Атар Это же от слова Краш Неймдропинг От слова Неймдропинг А там еще были слова Я вот приводил их В апреле В этот же день Или в 23 Рофлить Педра Не знаю что это Кринж Токсик Мамонову Тогда стало плохо Или то ли он умер Тогда То ли был кризис Какой-то И такая программа Вспомните начало Столкновение Величественного С якобы Низким Потому что Низкого не бывает И почему Такой Разброс Разброс От гордона И до удивительных Выступлений Дерипаски Дерипаска Говорит Я не знаю кто Ему Дерипаска Говорит Очень много Правоохранительных Органов В стране Давайте Отсечем Нахуй Эту составляющую Я не поверил Глазам Стал переписывать Со всеми Да говорят Он сказал так Открытым текстом Я вот думаю Когда за ним придут Или это Почкак Вот он человек И Поклонская Говорил я вам Я удивлен Ее мне там Она говорит Это же трагедия В двух странах Неужели для вас Важнее Эта буква А не судьбы людей В чьей жизни Впорглась То слово Которое нельзя произносить И она держит Гнет линию Работая в Россотрудничестве А это Государственная организация Что ж Она изумляет меня Причем Не в плохом смысле Не надо Люди из Министерства Иностранных дел Дутся на меня Не надо Просто я думал Что это Тупорылая кукла У нее же Бюст Николая В меня точил Она говорила Вещи несусветные И вдруг Она говорит По каждой погибшей Трагедия Каждый день Того Чего нельзя Обозначать На букву В Трагедия Это боль Которая будет С нами До конца жизни А ненависть Поселенная В душах людей Как мы ее Будем выкорчевывать Но об этом тоже Нельзя долго говорить А Тарик Придумай какой-нибудь Такой переход Чтобы люди Пока охуевшие Думают Как он себе позволяет Это говорит Здесь В программе Каково Не успев Переключиться Услышали Какое у тебя Чувство юмора Почему я В котором этот Человек живет И судьба Отечества Которую он Представляет А Слушайтесь Я это Без суфлера Произношу Я подумал Если судьба Каждого человека Это судьба Страны Где он живет И которую Надеюсь Он любит Скалы белей Как теперь Верено всем Наверное Поэтому У меня Такой разброс Сергей Шаповалов Когда мы делаем Оформление Программы Просит меня И спрашивает Какого толка Сегодня программа Синкретическая Хуй знает Какого Один сдох Второй танцует На его похоронах Третий Сыт Там же На танцующего Не в гроб А где-то рядом Любе На-на-на-на-на-на-на Дан-дан-дан Коньяк На-на-на-на-на-на-на-на Давай, Серега Та-на-на-на-на-на-на И все это вместе И все это Не фильм Федерико Феллини А наша с вами Российская Именно так Так произносится И так пишется Российская Жизнь Вопрос из зала Что для вас Сейчас Является Для человека Похожего На Чего лицо Похожего Из Жванецкого На лицо Человека Из Измученного Измученного Изжогой От горохового Концентрата Блять Я много таких Рыл встречаю В день Лицо Человека Измученного Изжогой От горохового Концентрата Я и не знал Что он знал Про Ладненко И Вопрос из зала Что помогает вам Помогает мне Пересматривание Нашей программы О поэзии Мы Не зная Броду Залезли в воду И сделали Один из самых Пронзительных Документальных фильмов Посмотрите Там туда не вошли Эти стихи Человека Растерявшегося Перед тем Что происходит Сергей Ганглерский Отшучусь Как-нибудь Как-нибудь Отсижусь С божьей помощью В придурковатых Подпасках Вот это Игра в клоуна Когда ты думаешь Постою Пока эти танки Не проехали И это Не трусливая Позиция А позиция Гуманистическая В придурковатых Подпасках Пережду Лишь бы не принимать Участие В возле В возле Не могу долго Про это рассуждать Не успеваю Рассказать Про то Почему Упали продажи У концерна Netflix Не успеваю Рассказать Вам Про то Что такое Толстовство И мальтузианство Очень хотел Но не успеваю Про это рассказать Потому что Хочется Чтобы вы смотрели Программу На одном дыхании Почему Считаю Главным событием Недели То как люди Откликнулись На беду Случившейся В семье Роналду Как стадион Запел песню Люди Разных конфессий Национальностей Даже не болеющие За МИМЮ А знающие Что у парня Скопустился Почилбозе Еще не родившийся По-настоящему сын Это единение людей В 2022 Когда ты никогда Не будешь один Эти кадры Которые Наворачиваются Слезы у любого Даже бездушного Человека И Роналда Порицаемый Всеми Самовлюбленный Ну все-таки Титан Пишет Меня Я никогда Не забуду Как вы поддержали Мою семью Это ведь Маленький человек Который мог стать Футболистом Кем угодно Писателем Актером Билетером В кинотеатре Балтика В конце концов Но он не будет жить И люди объединились Доказывая Всем и друг другу Что нет ничего Выше любви И уважения Друг другу Я заканчиваю Эту программу Рассказом Нет Ответом На вопрос Парня Который Обратился В журнал Максим Я говорил вам Я говорил вам Что я дружу С главным редактором Журналом Максим Александром Маленьковым А вот же Ой боже мой Думал что сейчас Не поверят мне Поскольку я Своими глазами читал Я говорил вам Александр Маленьков Мой товарищ У него У него Прилепин просто пиздец У него У моего товарища Есть рубрика В журнале Утром в онлайне Через месяц В журнале Это февральский номер Самые часто Задаваемые вопросы Публикуются В журнале У них В интернете Максим Февраль 2022 года Вы будьте на чеку Потому что я Очень быстро Отвечу парню И исчезну На недельку Оказывается Парень писал Им В журнал Максим На сайт Максим Онлайн Точка ру Очень часто Писал Потому что Его выделили Однажды Вот что он писал Особое внимание Шаповалову и Ладнинко Моя девушка Всегда согласна На секс Что мне делать Это экзистенциальный вопрос Это экзистенциальный вопрос Я вспомнил сначала песню Танцуй Пока танцуется Пой Пока поется А потом подумал Чего ради Я Не знаю Сколько нам суждено Появляться На просторах Ютуба Надеюсь Что еще 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 Парень Просто Никак Постер Что вы скажете Богу Когда окажетесь Перед ним Что ты сам скажешь Лысая башка Что брал интервью С 40 минутной паузой Между вопросами Девушка Моя девушка Всегда согласна Секс Что мне делать Ебаться Мой дорогой друг Увидимся через неделю